Привет, интернет! Сегодня мы с вами обсудим в рубрике «Я поговорим» две новинки от Apple. Первая это iPhone 13 mini и iPad mini 2021 года. Хочется поделиться своими горячими впечатлениями от этих двух новинок и расскажу о том, что мне бросилось в глаза, про хорошее, про плохое и, может быть, даже про уродливое. Тут хочется начать с такой небольшой вставки из «Наруто». Помните, как «Наруто» возвращается к себе в деревню, залезает на столб там, он становится такой? Это место вообще никак не поменялось. Здесь хочется такой премис сделать, да. iOS совсем не поменялся. А для контекста я постоянно сейчас работаю и пользуюсь устройствами на андроиде. И для меня, конечно, это возвращение в этот огороженный сад очень интересно. Поэтому посмотрим, что у вас тут поменялось. Видимо, не так много. Первое, давайте поговорим про дизайн операционной системы. Дизайн операционной системы какой-то недоваренный, по моему мнению, потому что вот так выглядит, значит, ваш рабочий стол, с которым вы работаете. Посмотрите на вот эти вот большие рамки вокруг приложений. Я не совсем понимаю, можно было бы просто увеличить размеры иконок, сделать это как-то более равномерно распределенными по рабочему столу, либо, может быть, добавить еще один дополнительный ряд. Ничего плохого бы здесь не было. Но вот такая вот уродливость, она присутствует. Еще что хочется отметить, это элементы дизайна на iPad mini, вообще элементы системы, они, мне кажется, не очень соответствуют с тем, что происходит на других мобильных операционных системах Apple. А в частности, смотрите на вот эти вот виджеты, которые здесь. Apple так гордилась, что они выпустили виджеты, но они смотрятся очень мелко. И для сравнения я покажу потом виджеты, значит, тот же самый виджет погоды. Видите, он здесь выглядит меньше, на большем экране, он меньше выглядит, чем на моем iPhone mini 13. Давайте немного поразмышляем на эту тему, почему так же происходит. Мне кажется, что долгие годы Apple была в выгодном положении. У компании было только, по сути, одно устройство, размер экрана устройства, под которое им приходилось разрабатывать свою операционную систему. И эти устройства, на самом деле, спустя года, ну, их можно было перечесть просто пальцем, на пальцах одной руки. Сейчас же количество этих девайсов увеличилось. Куча размеров iPhone, даже в текущей линейке iPhone у нас сейчас сколько? Три разных размера экрана, плюс еще Legacy устройства, которые тянутся, там, 6S, их разные размеры экрана, плюс еще iPad'ы сейчас добавились. И, в общем, Apple приходится тащить на плечах вот этот груз, этот технологический долг, это такой некий плюс, наверное, и минус iOS. То есть они гордятся, что там больше пяти лет идет поддержка старых устройств, но и, соответственно, с этим приходит этот минус, что приходится тащить на себе вот этот вот Legacy, вот это все наследие. Это еще не все. Если мы переключимся на iPhone 13 mini, он вас при настройке спрашивает, используете стандартный размер элементов на дисплее или увеличенный, такой 3D-зум или зум они его называют. Так вот, видимо, это еще одна переменная в копилочку Apple, на которую нужно рассчитывать производительным приложением. И, например, YouTube вообще отвратительно отображает приложение. А первое, что я сделал, это я установил этот весь пакет приложений YouTube, это YouTube Music, YouTube Sam и YouTube Studio. И, в общем, в самом YouTube наверху вот эти вот меню управления, кнопки управления, они залазят поверх челки, то есть они туда подлазят, и это вообще невозможно. И пришлось переключиться обратно в нормальный стандартный размер. Элементы управления наплывают друг на друга, сложно приходится попадать в элементы. Так вот, вернемся к моему тому размышлению. Мне кажется, что в Apple просто не смогли грамотно реализовать резиновость элементов операционной системы. То есть меня программисты iOS поправят, но мне кажется, это боль в заднем бампере. Адаптировать приложение под столько разных размеров экранов. И опять, слово Android тоже этим страдает, но со временем такого становится меньше на Android, и, видимо, разработчики приложений, и сама платформа, сама операционная система как-то уже адаптированы. Второе, что мне бросилось за глаза, походу Apple это одна из немногих компаний, где ты покупаешь себе носимые устройства домой, и ты получаешь сразу три разные зарядки. Ты получаешь USB Type-C на iPad, ты получаешь Lightning на старом iPad, ты получаешь Lightning на всех их телефончиках, ты получаешь USB Type-C на ноутбуках и их часы со своей зарядкой. И ты думаешь, почему так сделано? Почему нельзя консистентно все это сделать? Почему нельзя все сделать единообразно использовать USB Type-C? Я не совсем понимаю решение Apple, что там происходит. Давно бы уже перешли бы на этот USB Type-C, и, в общем, было бы всем хорошо. 120 Гц, 60 Гц. Пожалуйста, убейте уже 60 Гц, на это просто без слез не взглянешь. Телефон флагман, флагманские цены. За очень много денег, даже маленький iPhone mini стоит приличное денег. Но 60 Гц невозможно. Это невозможно смотреть на это. Да-да, я знаю, вы мне скажете, что ты там рассказываешь? Apple всегда делали плавные интерфейсы. Apple всегда было красиво. Но плавность интерфейса и количество кадров, которые вы получаете в этом интерфейсе, это вообще разные вещи. Да, Apple может там делать какие-то свои трики, которые вам подсознательно будет казаться, что интерфейс более плавный, чем, допустим, у тех же андроидов со 120 Гц, к слову, которые уже 4 года повышенную герцовку используют. Я вам скажу, что нет. Ребят, попользуйтесь тем, попользуйтесь другим. Apple стоит отдать должное, что, конечно, они там со своим вот этим привкусом, со своими специями делают этот 120 Гц. То есть в итоге, в статических картинках, он может до 10 Гц падать. Но, опять-таки, на мини, вот этом iPhone mini, я этого не получаю. Хочется просто, я не знаю, хочется плакать от этого. И еще один такой момент. Сильно ощущается не переход наверх, с 60 на 120 Гц, а переход вниз. Когда уже попользовавшись телефоном со 120 Гц, вы переходите на телефон с 60 Гц. У вас вытекают глаза. Следующий момент, который я хочу обсудить, в заметках у меня написано, это желе на iPad. Значит, до того, как я купил iPad, я слышал, читал в новостях, что да, такая проблема есть. Особенно при скроллинге контента, текста, появляется такое ощущение, что у вас одна часть экрана, ее, так скажем, отрисовка от изображения запаздывает. И получается такой эффект, такого желе. Это видно. Это видно, причем даже не когда я быстро дергаю экран, а когда я делаю экран медленнее, то есть я когда медленнее его двигаю, и iFixit, они уже разобрали iPad mini, и они уже посмотрели, они сказали, что вероятнее всего, проблема из-за контроллера экрана, он находится вот в этой стороне. Либо в этой стороне, либо в этой, это для довода неважно, он находится вдоль длинной стороны устройства. Что происходит? Отображение, обновление экрана происходит такими полосами очень быстро, и оно двигается с этой стороны, допустим, вот для довода, сейчас я использую, с правой стороны в левую, и правая сторона уже обновилась, левая сторона у вас еще пока не обновилась, и поэтому возникает такой же латиновый скроллинг. Я думал, что с этим можно будет смириться, но нет. Когда вы читаете книжки, читаете интернет, читаете контент, это очень, очень, очень видно. Следующий момент, который я тут же обратил внимание, это Face ID против Touch ID. Face ID замечательно работает. У меня своя история, у меня свои мультики, с системами разблокировки на телефонах, потому что, как я уже говорил, у меня псориаз, и они не очень надежные, мои отпечатки пальцев, и мне приходится, если честно, страдать от этого, особенно на телефонах. И видите, то есть iPad даже не разблокируется, хотя он сейчас разблокировался, хотя у меня вот два вот этих пальца настроены, и поэтому для меня отпечаток пальца вообще на любом устройстве работает плохо. И решением для меня было это разблокировка Face ID. Как же она хорошо сделана на айфоне? Это каждый раз, когда я беру телефон, разблокирую, получается такое ощущение, как будто у вас устройство вообще не заблокировано. Практически в 95% случаях Face ID работает для меня хорошо, и ночью, днем, при хорошем освещении, при плохом освещении, пусть у меня всеми за Face ID. Синхронизация с Obsidian. Это немножко тоже моя история, потому что и сейчас я с заметки к данному выпуску я читаю с Obsidian. Obsidian это, по сути, программа для заметок, которая сделана на основе просто markdown файла. То есть у вас есть папка, в этой папке создаются markdown файлы, каждый markdown файл это заметка. Там много всяких фишек в этом приложении, в этом программе, в этом продукте, который мне нравится, я использую такие как кросс-ссылки, кросс-референсные ссылки, и получается такое облако, как нейроны в мозге выглядят, и вы можете черпать новые идеи, или новые идеи из мимолетных мыслей, которые вы, допустим, делаете. Ну, не суть, я отвлекся. Значит, как у меня работает на Android, на MacBook и на Windows, у меня эта папка, которая находится в операционной системе, она синхронизируется через OneDrive. Да, на Android нам нужно ставить отдельное приложение, которое берет ключик из Microsoft и конкретную эту папку синхронизирует. Но это работает, это делается на, это выполнимо на Android. На iPhone никак. То есть, мне либо надо 100 баксов в год платить, чтобы работала внутренняя синхронизация Obsidian, но я не хочу это делать, потому что я уже, грубо говоря, посвятил себя и настроил свою работу через вот эту вот папку в OneDrive. и здесь работа не, здесь на самом деле проблема не потому, что так программа работает, а потому что Apple-овский закрытый, такой красивый сад, огороженный, он вам не дает двигаться ни вправо, ни влево. Если вам нужно использовать какую-то папку внутри файловой системы телефона, которая будет отдельно с помощью программы синхронизироваться, вы это сделать не можете. И в этом такая боль тоже возникает у меня в заднице, когда я хочу с этим делать. И это очень еще больно на iPad, потому что iPad, я к этому вернусь еще дальше. У меня очень мало мыслей по iPad, и вероятно всего это так себе устройство. У меня была основная идея, я буду открывать Kindle, переворачивать это и разделять экран. Здесь у меня будет Obsidian, и здесь будет, допустим, читал как Kindle. Я когда читаю некоторые типы литературы, я читаю очень активно. Я выделяю некоторые мысли, я выделяю цитаты, я закидываю в Obsidian, потом это формирую какой-то один документ из моих мыслей, из идей книги. И когда мне нужно вспомнить, про что была книга, я потом возвращаюсь в оригинальную заметку в Obsidian и смотрю просто по пунктам. 20, 25, 30 пунктов этой книги и вспоминаю. Но я не могу это сделать здесь. Вы, конечно, можете сказать, типа, чувак, ты просто перебори себя, используй какую-нибудь другую программу для заметок. Но я не могу, у меня весь мой рабочий процесс настроен на это. Поэтому это вот мой такой личный, личная проблема, которая на самом деле корнями уходит в более глобальную проблему Apple. Это такая неоткрытость и негибкость системы, которая подстраивается под ваш рабочий процесс. Помните, я еще в своем видео про Google Pixel 5 говорил, что для меня Android, несмотря даже на его проблемы с дизайном, с оформлением, может быть, недостаточно отработанную, может быть, с точки зрения дизайна вещь, система сама уходит на задний план. То есть между вами и задачей, которую вы делаете или собираетесь делать, нету подводных камней, нету дорожных знаков, блоков, которые вам мешают это все сделать. В Apple же вам нужно находиться и идти тупо по проторенной дорожке, которую вам производитель и которую вам компания сказала, как делать, либо просто вам нужно, я не знаю, что делать, мириться с этим. Голосовые ассистенты. Я вот использовал этот телефон сколько уже, четыре дня, с понедельника, сегодня пятница. Я, значит, Android Auto и CarPlay пользуюсь часто в машине. И я достаточно часто общаюсь с телефоном во время вождения автомобиля через голосовые команды. То есть помимо просто постройки маршрутов навигации, когда я там сажусь в машину, я не выбираю себя в навигации, я нажимаю, у меня на поле есть кнопка, которая начинает общаться с голосовым помощником телефона. Я говорю, типа, навигация домой, навигируй домой. Он строит домой, появляется все, или там проигрывай мой плейлист на YouTube или еще что-нибудь. Это все это происходит. Siri категорически отказывается многие вещи делать, путает что-то и, в общем, я не открою для вас какую-то Америку здесь, когда я расскажу, что Siri, Siri не лучшее, наверное, решение, которое вы можете использовать, если вы хорошо общаетесь со своим голосовым помощником. Я слышал, кто-то говорит, что это бред вообще голосовыми командами общаться с устройствами. А все зависит от, на самом деле, какой задачи вы решаете. Есть некоторые перечни задач, где вам реально быстрее произнести и сказать, попросить ассистента что-то сделать. Например, события в календаре добавить. Пока вы откроете календарь, пока вы что-то там впишете, вы можете просто сказать, гугл, создай мне мое событие в календаре, такую-то дату, назови его так. Все. Siri в этом плане, конечно, тоже может эти вещи делать, но чуть сложнее запросы теряются абсолютно. Я не говорю уже просто про рандомные факты из интернета. Я еду, мне мысль пришла, мне нужно что-то уточнить, и я говорю, спрашиваю ассистент, слушай, я не знаю, в каком году, я не знаю, сделали, открыли или построили Томми Томпсон парк, или переведи мне эту единицу измерения в другие измерения. Это забудьте, вас этого не произойдет. Из хорошего, что хочется отметить из хорошего, это, конечно, камера на телефоне. Пару дней назад я ходил вечером, гулял по Торонто, очень много пешком ходил, и просто фотографировал город. Это мое предварительное пока заключение, но четкость изображения, четкость ночных снимков просто супер. И я прям, мне не терпится уже, чтобы выпустили этот Google Pixel 6, чтобы он у меня появился, и я просто лоб в лоб их сравнил. Это, вот если покупаете вы телефон, iPhone, из-за камеры, это iPhone 13, это именно тот телефон, который вам нужно купить. Большой сенсор, стабилизация самой матрицы, плюс еще оптическая стабилизация, шарпность картинки, просто олеофобное покрытие. Одно из первых таких моментов, которые я заметил сразу же, как только своим пальцем начал возить по экрану телефона, мой палец начал упираться. Палец залипает и плохо скользит по экрану. Как-то для меня это непривычно. Мой Samsung, ему почти два года уже, Samsung S20. Палец до сих пор, как фигуристки российской сборной, по льду катаются. Кладка и не придерешься. А на iPhone, вот это вот, к слову, профлагманский телефон. Кстати, я снимаю этот ролик на iPhone и я, видите, записываю сейчас через петлицу, я записываю Udacity, пишу на MacBook. Знаете, почему? Это к вопросу про USB Type-C. Я не могу подключить свои микрофоны к iPhone. Это мы говорим про устройства, на которые они позиционируют для видеокриэйторов. Вы можете снимать 4K видео, и все такое. Поэтому зацените качество видео, зацените качество картинки, сравните этот ролик с предыдущими роликами на моем канале, снятыми в Samsung S20. Сетап вокруг меня такой же. Значит, вывод и совет. Если вы на рынке, давайте вот просто по порядку с планшетом. Если вы на рынке в поиске планшета, подождите пока моего полноценного обзора. Я пытаюсь нащупать все-таки, где, где здесь, для кого этот планшет здесь. Просто дождитесь моего обзора. Через неделю он выйдет. Если вам нет времени ждать, то посмотрите в сторону нового старого iPad 10.2. В старом дизайне они тоже его выпустили. Они его тоже обновили месяц назад. Посмотрите туда. Сложно здесь пока делать какие-то выводы по поводу телефона. Есть хорошие прям моменты, которые мне нравятся. Но, к сожалению, этими моментами ты не так часто пользуешься. Фотография – это все-таки не основная твоя задача. Но еще я здесь очень предвзят. И я не совсем понимаю, для чего, опять к планшету возвращаемся, для чего планшеты людям вообще, когда многие люди сейчас переходят на большие телефоны. И я предпочитаю большие телефоны, и поэтому у меня немножко, так скажем, переключилось восприятие этого. И посмотрим, посмотрим, если я смогу. Вот эта связка маленького телефона и iPad'а работает. Слово, маленьким телефоном хочется пользоваться меньше. Я помню, вот тот вечер, когда я гулял по Торонто, я меньше доставал телефон. Мне меньше хотелось с ним взаимодействовать. Но если вы любите разделять свои сферы деятельности на телефон – это телефон, часы – это часы, прикроватный планшет для чтения литературы – это планшет, компьютер – это компьютер, то оцените, может быть, эта связка вот этого всего – это для вас. Это были такие мои первые горячие впечатления. И если вы досмотрели мое видео до конца, значит, оно вам зашло. Давайте еще так общаться больше. Я хочу максимально упростить продакшн вот именно таких видео, чтобы чаще делиться с вами своим мнением. И я буду признателен, если вы сможете подписаться. Напишите что-нибудь в комментарии обязательно. YouTube любит движуху. Видно, когда много общения, много лайков. Меня мотивирует как результат, меня мотивирует больше заниматься этим, для вас выпускать эти. Я очень признателен, мы с вами увидимся скоро в полноценных обзорах на iPhone mini, на iPhone 13 mini и на iPad mini.